Приветствую вас на канале Восторг! Сегодня 29 июля. Я хочу вам сделать кратенький такой обзор по своим перцам, потому что очень много вы спрашиваете меня, что за сорта у меня, что за сорта такие прекрасные. Сейчас я вам все это покажу и расскажу. Итак, самый популярный перец, вы все про него спрашиваете, это перец черный квадрат. Вот вверх у него черный такой, потом он становится таким вот темно-зеленым, и когда уже белогрической спелости, такой вот он красный. Весь увешан, очень урожайный. Черный квадрат, это сорт. Вот такой он весь красивый. Это один куст, смотрите, весь увешан снизу до верха. И еще там очень много маленьких, молоденьких. Вот такой вот черный квадрат. Это пломбир F1, такой вот беленький. И когда у него белогическая спелость, он красный. Но думаю, что насыщенный красный он не будет. Буду тоже пробовать брать с него, хоть он и F1 семена, потому что очень интересный сорт, понравился. А это у меня так красиво зрели. Здесь целый ряд, можно сказать. И, кстати, очень поздно они высажены. В конце марта я их сеяла только сухими семенами. Вот уже много здесь созрели. И с другой стороны то же самое, так как у меня идет в два ряда с одной стороны и с другой плоды. Ой, не видно из листьев. Так, большое золото, тоже сорт. Это у меня ланжбокс оранжевый такой. Весь увешан тут плодами. Вот другой. Но очень интересно. Вот я тоже посадила ланжбокс оранжевый в первом ряду от солнца. И он здесь красный. Но у него даже листва немножко другая. Думаю, что это просто оранжевый и красный пересорт. Такие они небольшие, интересные. Я ставлю их себе. Дальше у меня есть несколько перчиков неизвестных. Так как у меня были сначала бумажные цифры, на которых были написаны названия. Но червячки мне съели эти бумажные цифры. Поэтому, что осталось целое, то я подписала. А что не осталось, не знаю. Так, перчик-палатаж. Вы его все видели. Такой он шикарный. Палатаж это F1. И вот второй куст. То же самое. Весь увешанный. Палатаж. Красный гигант. Интригующий перец. Не знаю. Навязал, конечно, хорошо. Но мне кажется, что у него стенки будут не очень такие толстые. Какой-то он мне не объемный кажется. Хотя, к причинке вот крупненькие такие. Их очень много. Смотрите, вот до верха. И еще вяжет и вяжет. Красный гигант. Но он еще будет повторяться у меня. Джепси. Мы здесь уже собирали. Неоднократно плоды. Отсюда. Джепси идет F1. Такой вот кустик. Джепси. С плотами. Кстати, странно. Он же должен быть ранее, получается. А у меня он еще до сих пор не дозрел. Хотя уже все, смотрите. У меня уже весь перец созрел. Вообще полностью. А джепси не созрело. Это у меня калифорнийское чудо. Такой перчик. Конечно, чудо. Потому что вот вверху он столько навязал. Смотрите. Просто очень много. Вверху будет больше урожая, чем вот этот вот первый. Здесь у меня нету бирьки. Не знаю, что это за сорт. Просто скушаем его и все. Все сорта, которые я не знаю, я не буду с ними ничего делать. А это гороспел F1. Ох, как он мне понравился. Вообще шикарный. И второй куст, смотрите, тоже самое. Вон там далеко перцы очень большие. Смотрите, весь увешан. И перцы огромные. И, кстати, зреют раньше джипси. Я в шоке. Правда, джипси мы уже кушали, срывали. А этот еще нет. Гороспел F1. Такой вот прекрасный. Весь с плодами. А это очень смешной. Меня рассмешил золотой телец. Да, плодов достаточно много. Такой весь увешан хорошо. Смотрите сюда. Это тоже золотой телец. И кто с них золотой телец? Этот или тот? Непонятно. В общем, скорее всего, этот. Но не понравился мне. Не буду садить больше. Так, Клаудио F1. Очень мне понравился. Вот такой вот. Весь увешан. Оно пока еще только начинает зреть. Вот такой вот Клаудио. Прекрасный. Просто. Вот зреющий перчик. Не знаю. Не видно вам. За листвы. Понятно. Вот второй Клаудио. Тоже такой весь увешан. Плоды очень крупные. Очень. Тоже вот кончик зреет. Не знаю, ли вам видно, как освечивает свет. Ой, прекрасный перец. Прекрасный. Вот красный бык. Такой интересный достаточно. Уже начинает тоже зреть. Увешан весь очень хорошо. Это непонятно, что за перец. Сеем его. Выращивать не буду больше. Ну, не знаю, что за перец. Вот второй. Он такой же здесь, правда, обрезала. Много перчин съели. Ой, Помпео. Это что-то. Мне тоже очень понравился. Похож он на... На Клаудио похож. Только этот уже, видите, покраснело. Клаудио еще нет. Плюс в Помпео более такие длинные, вытянутые плоды. А у Клаудио более круглые. В общем, красавчик. Это Ламуио. Ф-1 тоже. Такой вот, правда, увешан весь конкретно. Но я думала, у него все будут такие тупые кончики треугольные. А у него много таких вот с носиками. Не знаю почему. Вот такой вот Ламуио. Кстати, вот второй Ламуио очень долго развивался. Очень плохо. И вот у него только сейчас здесь два таких больших перчика. И вот еще два. Таких небольших вот навязала. И еще есть на другой веточке. А это, наверное, будет у меня самый тяжелый перец. Он такой огромный. Такой толстый. Ну, нереально. Называется он Вангард. Ф-1, конечно же. Ой, тут он вилку раздавливает. Ну, ничего с ним и не сделаешь. О-о-о. Смотрите, какие они крупные. Возьму, конечно же, семена с него. Буду пробовать. Очень много они Ф-1, Ф-2. Как они будут себя вести, интересно. Буду экспериментировать. Вот такой вот Вангард. Очень понравился, конечно. Улепился весь. Вот это очень хороший перчик. Ивайловская капия. Но, по-моему, это пересорт. Второй вот кустик вообще такой. Он был изначально слабый. И так он маленьким такими остался. Маленьких несколько причин уже зреют. Что? Это же должен быть ивайловская капия. Индетерминатный сорт. Вот у него 4 перчика первых огромные. Может быть, если бы я их сорвала вовремя, он бы и дальше давал огромные. Так, видите, здесь уже пошли меньше. Но он должен быть индет. А он что? Он затупился весь. Вот я одну оставила просто для интереса веточку. Буду смотреть, что. Это же началось. Самые мои любимые перцы. Самые, смотрите, какие увешанные. Самые лучшие. Это Palermo F1. Сладкие, конечно. Но еще вам буду рассказывать некоторые секреты. Вот это все Palermo. Смотрите, меня много спрашивали, что это за перцы, что за перцы. Palermo F1. Смотрите, вот это вот Palermo тоже. Сейчас вам с другой стороны покажу. Они действительно очень гигантские. Очень классные. Очень увешанные все. Вот этот вот перчик у меня 30 с чем-то сантиметров вырос. Представляете? Вот эти перчинки тоже. Они самые большие из всех. Ну, длинные я имею в виду. Видите какие? Вот этот перец больше полтора литровой бутылки. Смотрите, смотрите, здесь что. Как красиво. Ух ты. И, конечно же, Palermo желтый. Тоже мне очень-очень-очень понравился. Весь тоже увешан. Но размеры перца, смотрите, даже вот с этим. Видите, разница большая. Конечно, она много. Перчинки меньше у него, чем у Palermo красного. Но то же самое. Он еще даже больше увешан. Наверное, за счет того, что меньше перчики. Все-все-все увешанные. Супер. Очень они мне понравились. И теперь давайте сравним Лосанта. Смотрите, какая Лосанта. Ну, тоже хорошая. Но, конечно, короче в два раза. Palermo. Также увешанная вся. Вся молодец. Супер. Теперь пошел перец партека. Такой вот. С остренькими носиками. Он уже еще меньше. Но это все тоже сладкие перчики. Партека тоже F1. Вот второй кустик. Вот такой вот партека. Так, здесь бирьки нету. Но вижу по форме, что это Рамира. Вот это вот Рамира красный. У него такие вот носики сразу же тупые идут. Он длинный такой. Чтобы размер было видно. Но носики тупые. Очень-очень весь увешанно. Посмотрите. Если я так возьму снизу. Иду, 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 иду. И так, смотрите, наверху тоже огромные плоды. Видите? Здесь еще вяжется. Много очень. Но этот перец, конечно, требует места. Плюс он какой-то поздний. Смотрите. Он еще ничего не созрел. Видите? Все-все-все увешанно, но не созрел. И вот он с другой стороны. Видите? Уже кончик начал краснеть. Он уже будет спеть. Вот такой вот прекрасный. И вот покупала у другого человека Рамира. Смотрите. Он совсем другой уже. Видите? Уже у него кончиков тупых нет. И он такой зауженный. Интересно, или это тоже Рамира, или все-таки какой-то пересорт у меня. А теперь смотрите сюда. Та-да! Один куст. Один куст Рамира. Здесь больше 25 плодов. Смотрите, они влазят в камеру. Сейчас отойду. И какие они все крупные. Какой они возьми. Смотрите. Видите? Очень большой. А вот эти вот еще побольше. Вообще по локоть мне практически. Ну, короче, этот желтый Рамира просто меня потряс реально. Даже меня он потряс. И до верха то же самое. Смотрите. Видите? Все, 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 все до кончиков. В общем, это 100% правильный Рамира желтый. Так. Маркони. Вот такой вот Маркони. Уже спелый половина. И до верха. Немаленькие плоды. Широкий такой сверху. И длинненький такой. Маркони. Вот сзади тоже это он. И вот тут у меня абсолютно увешанный так же само перец. Смотрите. Это тоже все вам по одному кусту показываю. Это Рамира оранжевый. Но видите, если Рамира, все-таки у него должен быть такой вот тупой хвостик. Вот это правильный Рамира. Вот такой вот. Ничего еще не зреет, но это оранжевый. В общем. И до верха. А вот это вот Ивайловская капья. Который индетерминатный. Я вам его самого первого, ну, в этом ряду первого показывала. Вот он уже похож на индетерминатный. Только какая-то капья у него был острый такой хвостик. А здесь у них все тупие. Короче, однозначно пересорт какой-то. Непонятно что. В общем, все разные перцы, наверное, буду еще их высаживать с пачки. И каждый раз будут разные сюрпризы у меня, скорее всего. Кстати, что-то он снизу вот спекся. Странно. Снизу здесь даже солнце не падает. Так как сетка затемняющая. Не знаю, что за сорт, правда. Съели эти червенние номерочки. Но смотрите, как вам показать. Он очень огромный. На этом перце держится весь куст. Очень огромный. Такой плотный, твердый, хороший. И у него смешно, что... У него как персик листья такие с ворсинками. Видите? Как персик. Мохнатые у него такие вот молодые ростки. Видите? Мохнатые, мохнатые, пушистые. Короче, смотрите, у меня здесь четыре куста и четыре мохнатые. Называются как паприка сладкая венгерская. Но вот эти вот похожи на паприку. Так как они такие ярко-ярко-красные. Вот этот вот бордовый, он на них не похож. Но это с той же серии. Поэтому не знаю. В общем, буду пробовать паприку вот с этого, где паприка сладкая. Такой вот тоже весь увешан хороший. Что за перец, без понятия. Но такой прикольный. На Клаудио похож, только чуть-чуть короче. И весь-весь всыпан тоже, весь в плодах. Весь в плодах. А это мини-перчики очень-очень-очень сладкие. Вообще супер сладкие. Называется гамик. Весь увешан. Дети за ними дерутся. Просто обрезают их с кустов. Вот такой вот гамик. Но сколько мы их съели, с семян мы еще не нашли ни одного. Представляете? Хотя бы несколько штучек, чтобы было бы. И то будет хорошо. А это вот корна. Смотрите, какой размер перца. Вот, пальцы начинаются. Вот. Даже так по руке он не пойдет. Ну, очень большой перец. Очень крупный. И смотрите, это один куст. Один куст как увешан. Штук здесь, ну, очень много. И вот все до верха. Только я вот эти вот сниму, они мне начнут заново все наращиваться, наращиваться. Это, думаю, что буду паприку делать с него. Кстати, очень интересно соломкой. Посмотрите, надеюсь, сниму видео вам. А это итальянский длинный. Смотрите, я несколько семечек высадила. И обратите внимание, несколько семечек, все разные перчики. Сейчас вам покажу. Вот это вот итальянский длинный. Запомнили, какой он? И вот итальянский длинный. У меня тоже. Интересно. Я уже увидела то, что я вам думала сказать. Это топопперони сорт под дугом называется. Поэтому все правильно. Вот это вот итальянский длинный. Кстати, очень красиво созревает. Смотрите, какой коралловый цвет. Правда, солнце уже спряталось, уже вечер, его не видно. Очень коралловый красивый цвет. А когда созревает, он такой темно-темно-красный. Класс. Мои губки буду выбирать. Будет целое большое ведро. Как обычно, 12-литровое мое. Смотрите. Губки просто увешаны. Еще даже не знаю, как вам так снять, чтобы все увидели. Все увешано, очень увешано. И самый лучший перец в мире. Апельсин. Ой, какой он сладкий. На гаммик похож, конечно, но апельсин все равно мне больше нравится. Но они очень похожи. Их даже не различить. Только что апельсин более низкий, кустики, а гаммик более высокий. Но и апельсин больше, мне кажется, вяжет плодов все равно, чем гаммик. Очень сочный. Тоже ни одной семечки пока не было, когда кушали. Ужас. Ласточка молодец, конечно. Смотрите, как все увешано. Просто вообще нету листьев и ни перцев. Но тоже здесь три кустика. Должен был быть ранний перец. Но он у меня также, вот видите, созрел даже меньше, чем те мои перцы. Поэтому, как на ранний урожай, не вижу вообще смысла его выращивать. Вот такой он. Смотрите, как вам показать это. Прекрасный. Растение. Ой, даже тут два метра вверх. Смотрите, все с крупными перцами. Вот, наконец-то я дошла до конца. Такая вот ласточка. А это у меня должны были быть конфеты. Но получилось что-то такое непонятное. Специально для вас я его держу, не удаляю. Перцы, как пластмассовые. Реально пластмассовые. Так, смотрите. Слышите? Как пластмассовые. Стучит даже, как пластмассовые. А вот настоящие конфеты. Очень сладкие перчики. Смотрите, какие. Это конфетка перец. Называется. Здесь неправильно написано. Конфетка перец. Так, и что я заметила? Здесь очень много леси. Но я вам просто и покажу. Вот это вот оранжевое лесе. Видите, такая вот красная леса. Здесь все я уже убирала, фаршировала. Вам показывала. Очень много плодов убирала. Но очень много здесь плодов на перце. Смотрите. Очень мне понравилась леса. Давайте хоть посчитаем, сколько здесь плодов. Интересно. Я так вам сниму, чтобы вы видели. А вы себе посчитайте. А я сейчас посчитаю и вам скажу. 17 плодов я насчитала. И еще отсюда 4 снизу нижних мы съели. Значит, у нас 21 плод. И, конечно же, здесь вяжутся маленькие плодики. Другие тоже будут. Это с одного кустика просто обычная леса. Вот это следующий. Это желтая леса. Кстати, есть секрет один. Буду вам рассказывать, когда отдельно делать обзор, про этот секрет. Про эти сорта леса. Разных цветов. Вот это тоже должна быть леса. Вот это. Это, короче, неизвестный сорт. Но думаю, что это какая-то паприка. Это я вам только что показывала. Итальянский. Длинный. Вот такой весь прекрасный. Это гагашары. Прекрасные гагашары. Они у меня полностью как шарики. Практически все с мясом. Очень маленькая дырочка. Очень кто любит там начинять чем-то интересным. Очень хорошо. Кстати, я их обрывала уже с ног до головы. Где-то столько же уже мы съели, собрали плоду. Вот вообще лысый кустик остался. И дульча Италия. Очень мне понравился. Очень классно. Смотрите, какие огромезные перцы. Дульча Италия. Смотрите. Вообще. Практически как палермо. Только вот верхушка у них более толстая такая. Смотрите, какие длиннющие. Дульча Италия. Кстати, это F1. Это лисичка оранжевая, которая F1. Вообще она мне как гамик. Думаю, что это не взяли гамик. Что вы скажете? Похоже это на лисичку? Смотрите. Или это все и-таки гамик. И она по созреванию один в один как гамик. Лисичка, я знаю, должна быть пораньше немножко. Смотрите. Мне кажется, это гамик. Все-таки только они с нас деньги взяли, как за F1. А это лисичка красная. Ужас. Я его обрвала. Вообще какой-то пересорт. Непонятно что. F1 кучу денег стоил. Ай, немножечко. Что-то там три семечки было. А толку с него никакого. Это папирони. Папирони. Смесь. Очень мне нравится. Пицца пиццу делает такой тонкий, нежный. Такой класс. Вообще. Так. Это. Это какой-то у меня мягкий папирони. Уже ничего не вижу. Камера садится. Поэтому я быстро снимаю. Это питон. Вот такой вот питон. Очень много плодов. Не хватает ни у него полива. Здесь не хватает. И я вам показывала ланжбук оранжевый. Все. Это все перцы мои в теплице. Спасибо.